ребят всем огромное здравствуйте с вами как всегда лёшка и сегодня мы немножко с вами поготовим вкусной еды я бы сегодня хотел показать как вкусно приготовить можно говяжью вырезку можно это делать по-разному я считаю что здесь самое главное это сопутствие чему-то то есть помимо мяса мы с вами еще вкусно сделаем картошечку неким сетом подходит под все праздники то есть знаете праздник это когда что день рождения например у вас поздравляю я чувствую что скоро либо сегодня либо завтра но точно будет и вот хочется какое-то хорошее что-то вкусное поесть для сегодняшних рецептов я сделал заказ продуктов через онлайн гипермаркет в прок точка ру перекресток очень удобное приложение все по рубрикам легко найти необходимые продукты ну и конечно же ассортимент более 50 тысяч товаров могут привести даже самые тяжелые товары ведь максимальный вес корзины может быть до 200 килограмм все продукты рассортированы по пакетам с учетом товарного соседства а все пакеты аккуратно размещены в контейнеры для бережной транспортировки мясо супер свежие из него и будем готовить сегодня по секрету знаю что его привозят от проверенных фермерских хозяйств а разделывают в день доставки ссылка на приложение в прок точка ру будет в описании к данному видео а промокод грильков 25 даст вам 25 процентную скидку на заказ от 4000 рублей но не более тысячи заказывайте качественные продукты в прок точка ру перекресток говяжья вырезка у нас килограмм 200 она у нас уже более-менее подготовлена лишнее здесь убрали а вот эта часть она не нужна это будет не живаться поэтому мы эту пленочку с вами убираем поддеваем ее аккуратно аккуратно насколько это возможно поддеваем идем к верху и она у нас срезается делим мы на три части давайте так по-хорошему это у нас голова это у нас центральная часть которая мы будем задействовать это у нас хвост что касается нарезки ну давайте так классика жанра идет вот так это у нас идет вот таким вот красивым стейк мы сами не будем это пережаривать но кусочки я все-таки сделаю поменьше сильно мудрить с маринада мы не будем во-первых я использую просто обычное подсолнечное масло хотите шикануть можете использовать оливковое масло но немножечко совсем смесь четырех перцев соль лучше если что будет досолить на готовое мясо дальше лук не очень много кто бы что не говорил для говядины тоже лук подходит режем как вам удобно я его опять же не буду использовать в самом рецепте но так по-хорошему две луковички возьмем мне здесь подарили кому что ударит мне подарили куст базилика он великолепный вот эта штука называется лимонный базилик я его немножко добавлю он очень пряный очень приятный и мы его немного с вами для пряностей также добавим сюда ну разумеется вот если вдруг такой возможности нет можете использовать фиолетовый мне кажется для маринада фиолетовый отлично подходит немножко нарежем что просто он смог отдавать вкус по свободно и пропитал данными маслами нашу всю картинку но вот это вот немножко да от богатости какой-то вы сейчас скажете но немного розмарина здесь не помешает я вам честно скажу я не фанат розмарина но немножко придать какой-то значит есть в этом какой-то момент такой что новогодний может не знаю дружи покусал опять же да чуть-чуть ну и последняя опция а именно специя это у нас тимьяныч мы аккуратно берем веточку и счесываем сюда пару штучек опять же для пряности для аромата все тщательно перемешаем если вдруг вы не брезгаете и вам нравится уксусная составляющая можно винный использовать можно обычный но я не за то чтобы этого было много потому что мы с вами будем делать еще специальное масло которое мне очень нравится моего будем применять и для этого рецепта и для жареной картошки тоже получается насыщенный вкус и никакой это сливочная версия соуса чимичури я думаю все знают что это такое по поводу того как понять до соли ли вы или нет я не брезгую попробовать понять что соли я точно еще добавлю немножко перца а по пряности я уже чувствую что мне вполне себе очки может быть еще базилик сюда бахнет но это уже индивидуально я могу сказать так что данную версию мяса я даже не могу назвать что это шашлыки это просто такие маленькие медальончики из говядины мы готовим крайне редко в основном это честно говоря происходит на празднике и никакого как такового маринования здесь не нужно оставьте минут на 30 но в холодильник уже ничего не убирайте здесь все предельно просто каждый может подобрать любимую свою травку как говорится это у нас петрушка это кинза не любите кинзу замените укропом не возбраняется острый перец это не чили перец просто острый безумно приятный мелко нари мелко режем а это у нас чеснок это разуме с не все ингредиенты удобнее всего сразу скинуть все в одну тару добавим сюда немножко соли перца я добавлю свои любимые специи не буду вам объяснить что это такое можете не добавлять добавьте итальянские травы если вам нравятся либо какие-либо специи это очень приятно и пряно немного цедры только цедра нужно весьма и аккуратно на терке с вами без белой части чтобы не горчило если вы делаете чимичури то плюс-минус час оливковое масло и еще добавляют винный уксус мы пойдем немножко дальше мне нужна заготовка который очень приятно будет пользоваться берем масло мне понадобится где-то грамм 150 отправим сюда она у меня слегка подтаяла и нами на им должна получиться однородная консистенция самая простая схема можно взять пищевую пленку как для меня берем пакет пищевой такой же так это просто удобно будет сформировать чтобы порционно делать на стейк кусочки масло ну и плюс мы с вами будем добавлять немножко в картошечку отправились сюда расформировали закрыли его и по факту эти вот чтобы на одной толщины это все было у нас это колбасенька можно убрать в холодильник можно хранить в холодосе я честно говоря чаще всего просто убираю в морозилку когда надо отрезаю нужное количество будь то делаете вы из свинины стейки будь то просто на шашлык свиной то есть как вам больше нравится или картошка но порционно у вас всегда есть мощные специи которые разойдутся и будет займемся картофелем мы его будем с вами прожаривать все готовить в целом в казане чем мы делаем я новый казан мы его сегодня будем испытывать пока он разогревается добавляем сюда масло не супер много но что было пусть пока греется тем временем картофель можно использовать любой картофель который вам нравится но вообще в целом нам нравится так называемый baby картофель малыш картофель называйте как хотите мы его никогда не чистим режем мы всегда его на дольки типа аля как по-деревенски но если вдруг вас триггерит тема того что не чищенный мне кажется вся польза именно в как ну не всех пользоваться и в картофеле но короче давай так мы ленимся чистить картошку поэтому делаем так и плюс корочка получается хрустящая очень вкусная самое главное чтоб картошка была одинакового размера так она равномерно приготовиться а может еще потушим с вами с грибами господи это вот такая кулинария знаете когда она может даже кулинарии не за на в моменте а тебе нравится вот что-то такое осенью ближе к осени грибы появляются да звучит не очень но в любом случае под свой какой-то сезон есть свои любимые блюда лук обязательно в картошке те кто не любит лук в картошке ну ребята вы чё но это же самое вкусное что есть режем если называю полу полу кольцами нас масло уже прогрелась отправляем картох сюда и будем ее прожаривать минут я думаю 5-6 чтобы самое главное что было хрустящая корочка грибы можно использовать свежие мы используем с вами замороженное вы посмотрите на эту красоту божечки и так они у нас замороженные я сильно так типа чуть-чуть разморозили все что мы делаем ножку мы снимаем грибочки мы с вами нарезаем на какие-то понятные куски не забывайте грибы уменьшаются поэтому при обработке тепловой разумеется поэтому нарежем так чтобы это было в шикарном и соусе но грибы при этом чувствовались сильно мельчить я бы не стал а ножку ни в коем случае ножка это самое вкусное как для меня если честно так мы тоже переберем и нарезаем на понятные куски когда нету белых грибов мы это делаем с шампиньонами это тоже очень вкусно единство возьмите так называемые вот эти королевские темные они очень интенсивные по вкусу если нет возможности белых сходить в лес там за ними или еще что-то шампиньоны тоже шикарно подойдут или вешенки они же вешенки напишите кстати как правильно вешенки или вешенки да и ребят какой самый лучший майонез считается мы не можем понять спасибо больше картошечку мы достали вот она красивая хрустящая великолепная она слегка немножечко чуть-чуть не дошла на самом деле есть что имейте ввиду сейчас можно посолить и красота и многие напишут чувак а почему было не пожарить на сливочном масле очень сильный жар масло сгорает я вам покажу как мы с вами все сделаем лук отправляем в казан на обжарку и в этот момент мы также отправим грибы но и минут 5-6 обжариваем грибы у нас прожарились вместе с луком отправляем картоху заметьте соли никакой сейчас здесь нет мне на казан понадобится вот столько по специям на всякий случай возьмем с собой соль чтобы все таки немножко до солить ибо соли может мало и вот сейчас масло сливочное не сгорит она потопится пропитает все специями чесноком зеленью и будет хорошо вот она маслица у нас растворилась ничего не пригорело берем погнали покажу самую главную вещь это пусть понимаете остаточное тепло у казана еще есть и вот в этот момент я сейчас сразу понимаю соли будет мне не хватать поэтому смело добавляю сюда чуть-чуть я уже попробовал поэтому понимаю сколько надо сметанка ну тут не жалейте уж пожалуйста живем один раз как говорится один раз не вы смотрите небольшая хитрость и мудрость людей кто очень любит сметану нас там осталось ножки я добавил все чистой воды немного вот так вот пожемкал и отправил ее немножко с водичкой сюда и вот эта красота божечки как это пахнет мы доведем до ума дадим постоять буквально минут пять и можно будет пробовать картошка сто процентов дойдет вот если вы меня спросите идеальная картошка с грибами для меня это вот это это праздничное блюдо и она недорогое как на мой взгляд единство что мы стали раньше обжаривали на сливочном масле а теперь делаем по такой методе давайте пробовать огурчик соленый обязательно ну либо маринованный пробуем во флямбоч не досолил но я считаю искренне что лучше не досолить есть люди кто соль не очень любят тем более мы в петербурге правда ее недолюбливаем и здесь что прикольно попадаются лепестки красного ялтинского лука немножко зеленого лука это подхрустывает и очень приятно а теперь хорошо масса которую мы добавляем оно снабжено чесноком всеми специями и здесь это все отдается если любите укроп ребята настоятельно рекомендую его тоже добавить так будет еще вкуснее но в сочетании с соленым огурцом если такое выражение вырви рот но это прям действительно вырви рот офигенно готовьте это можно приготовить не только в казане но еще и дома ну а теперь к мясу очень важно вам показать как мы нашампурили все это дело вот если в свиньи я не очень это понимаю то здесь я согласен нужно делать расстояние чтобы равномерно все прожарилась со всех сторон ибо вырезку мы будем готовить с вами не больше чем по минуте с каждой стороны то есть четыре стороны соответственно 4 минуты и и и и Знаете, когда мясо кладут в фольгу, можно вместе с этим маслицем, все подтает. Я, честно говоря, последнее время не фанат этой темы. Если мы готовим с вами не зимой, то в принципе оно может отдохнуть и так очень даже прекрасно. Главное, не пережаривайте. Мясо просто тает. Во вкусе есть розмарин, во вкусе есть, может даже что-то от лука, ну скорее сладость какая-то. Но с точки зрения именно цитрусовой нотки, зелени вот этой прикольной, легкая остринка от острого перца. Это вообще великолепно. По соли, кстати, здесь попал, что сливочный чимичури мы с вами подсаливаем, поэтому дополнительно можно не солить. Для тех, кто думает, что это сырое, и здесь находится кровь. Есть же огромное количество литературы, где можно почитать, что это миоглобин, это сок. Кровь животного сливается во время бойни, как там это называется правильно. Я не вижу смысла покупать здесь мраморную говядину, вырезку за денег. Здесь проще купить обычную и вкусно ее приготовить. Вот такие вот рецепты у нас с вами получились. Надеюсь, для кого-то они будут полезны. Если вы меня спросите, мой любимый шашлык из говядины, это именно такой. Плюс вот это маслице приготовьте, серьезно. В холодильнике будет никогда не лишним. И просто стейки делаете, и шашлычок делаете. Горячее мясо накалываете, маслице подтаивает. Красота! С вами был, как всегда, Лешка Горельков. Подписка на канал Высчет, как всегда, здесь. Огромное вам спасибо, что пробиваете огромные пальцы вверх. Либо худощавые дизлаки, все прекрасно поймем. До вкусных встреч, ребят. Пока-пока!